Всем привет, друзья! Меня зовут Настя и вы на канале X-Titch Vibes. Сегодня я хочу рассказать вам свои вышивальные новости за февраль и половину марта. Вообще, я уже думала сделать сборное видео за февраль и за март и выпустить его в начале апреля. Но то тут, то там вижу разные комментарии и слышу разные комментарии по поводу того, что не хватает сейчас доброго, позитивного контента. Сама я тоже это, конечно же, вижу и понимаю, что есть такая потребность. И хочу внести какую-то свою маленькую лепту в это, в создание какого-то доброго, успокаивающего контента. Поэтому решила не дожидаться начала апреля и сделать это видео сейчас. Надеюсь, что кто-то проведет приятное время со мной в течение ближайших, наверное, минут сорока. И немножко отвлечется, и как-то, может быть, кому-то станет полегче. Во крайней мере, я буду очень рада, если такое произойдет. Ну и давайте уже обратимся к вышивке. Как вы видите, по тому кадру, который перед вами, у меня состоялся мой эпичный финиш. Я закончила сэмплер от My Big Toya Rustich Designs. Сэмплер называется «To every sin, there is a season» всему своё время. Это отрывок из книги царя Соломона. Я не религиозный человек, мне нравится этот отрывок своей философичностью. Мне кажется, что эти слова могут быть даже девизом в какие-то времена. И закончила я в марте этот сэмплер. Как видите, мне хватило ниток полностью, но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Показываю вам его вот в таком вот кадре. Возможно, не очень сейчас освещение, потому что у меня уже вечернее время, и я очень спонтанно решила начать снимать это видео. Но даже если бы было какое-то другое время, всё равно мне бы пришлось показывать этот сэмплер именно вот так, потому что при моём обычном формате съёмок, как я снимаю, у меня бы этот сэмплер просто не поместился в кадре. Давайте сейчас вот так вот, может быть, поярче будет. Поэтому уж простите, какие условия есть, в таких и показываю. И я хочу просто вот таким образом показать размер этой работы. Как вы видите, она огромная. Напомню, что это Белфаст в цвете 326 грязный лён. И вот на этой основе у меня работа от края крестиков сверху и снизу и по бокам. Работа составила 39 сантиметров эта ширина. И 63,5 сантиметра я подглядываю, потому что не могу запомнить. 63,5 сантиметра это длина. Это именно от края крестиков до края крестиков, то есть без каких-либо отступов на воздух, на оформление и так далее. Это просто вот сама вот эта крестиковая часть на 32-м каунте. То есть работа действительно огромная. Я её когда вот разворачиваю, держу перед собой, я полностью за ней скрываюсь. Ну, не по росту, конечно, я всё-таки-то нормального человеческого роста. Но вот именно вот так полностью у меня вообще не видно в ширину, скажем. Работа действительно огромная. И представьте, если ещё, конечно, то есть это вот у нас 39 на 63,5, это только крестиковая вышитая часть. Но если мы ещё добавим воздух, добавим оформление, плюс ширина самого багета. А я думаю, сюда нужно всё-таки широкий багет. С паспорту я оформлять эту работу однозначно не буду, потому что я, в принципе, не очень-то жалую оформление с паспорту. Ну, чисто для себя, да, это дело вкуса. А во-вторых, мне кажется, сюда оно не требуется, потому что работа и без того огромная. Если добавить ещё паспорту, то это вообще будет какая-то ещё более огромная работа. Поэтому я рассматриваю сюда только багет, но какой-то, да, такой узкий нет. Однозначно какой-то такой средней ширины или, может быть, чуть пошире багет. Но что-то такое. Пока в ближайшее время, наверное, я не пойду с этой работой в багетку, потому что у меня сейчас в приоритете есть другие работы на оформление, если я что-то к ним подберу. Ну, а там будет уже видно. Ну, и плюс мне сейчас особо некуда вешать такую большую работу. Так что вот, показала вам эту работу целиком в кадре. Ну, и давайте сейчас перейдём в привычный мне режим съёмки. И там я уже покажу эту работу более детально и расскажу, что же по ниткам. Так, ну вот мы с вами вернулись в привычный и удобный для меня режим съёмки. Но моему сэмплеру такой режим категорически не нравится, потому что он сюда не помещается полностью. И также я вижу момент с выбеливанием всего. Поэтому давайте попробуем магию белого листа. Ну да, вот так вот как-то получше и подостовернее. То есть этот цемплер, вернее, эта ткань, это был в цвете 326, грязный лён. Она всё-таки такая более насыщенная, очень приятная ткань, очень красивый цвет. И нитки тоже более, конечно, яркие, чем было до этого. То есть вот если я убираю, у нас всё такое вот бледненькое. А если вот так, то вот так вот гораздо поярче. Давайте сразу сориентируемся, что по ниткам. Потому что кто смотрит мои видео, тот помнит, что была у меня вот эта ситуация с нитками вот этими Color Variation DMC 4000. И хватит мне их или не хватит. Когда я начала вышивать этот цемплер, у меня было в наличии всего 4 мотка, которые я купила в шёлковой нити. И в процессе, где-то там на первых этапах, мне пришёл в подарок ещё один моток от вышивальщицы Кати. Катя, если будешь смотреть, спасибо тебе большое за этот моточек, он мне пригодился. И я продвигала этот цемплер и всё переживала, хватит мне этих ниток или нет. И вот в январе, когда я показывала продвижение по этому цемплеру, я в очередной раз посетовала по поводу того, хватит ли мне ниток с переходом или нет. Одна зрительница в комментариях мне написала, что эти нитки... А, я забыла сказать, что этих ниток нигде не найти было. Я перерыла все интернет-магазины, которые знала и которые не знала. И писала в шёлковую нить, мол, а когда вот у вас появится этот цвет. И в общем-то никаких вариантов этого цвета вообще нигде никак. Он был только в наличии, я видела, на 1, 2, 3, но 1, 2, 3 не отправляют мулиные DMC в Россию. А теперь они ничего пока к нам не отправляют. И, в общем-то, вопрос у меня стоял по поводу этих ниток. И вот в январе, в очередной раз в видео я по этому поводу посетовала, и мне зрительница написала, что эти нитки есть в магазине Каролина, интернет-магазин Каролина. Я о нём знать не знала, но сразу же, как только я увидела этот комментарий, я побежала сразу на этот сайт, посмотрела, что нитки там действительно есть. Я быстренько зарегистрировалась, быстренько оформила заказ. Кстати, я заказала 5 мотков, и до меня, вот в город Кемерово, Санкт-Петербург, именно там находится этот магазин, доставка 5 мотков была всего 89 рублей. То есть я не проверяла нигде вообще информацию, достоверный этот магазин, там работает, он не работает, я просто вот побежала. То есть это была такая сумма, которую я была готова потерять, если в случае это там какой-то фейковый магазин и так далее. Но я посмотрела, у меня ничего не вызвало никаких подозрений, поэтому я бегом-бегом-бегом, как будто вот за мной кто-то гонится, быстрее заказала эти нитки, и потом уже пошла к подруге спрашивать, а знаешь ли ты такой магазин? Потому что я, например, знать не знала о таком магазине, оказалось, что это очень старый магазин, и подруга, например, у меня вообще уже думала, что этот магазин закрыт и давно не функционирует. А оказывается, нет, вот они продают, и даже вот эти нитки, которые я везде искала, они оказывается там есть и вполне себе доступны для покупки. Сейчас я не знаю, где есть эти нитки. И опять же, магазин Каролина закрыт в связи с наплывом заказов и так далее, как и многие магазины сейчас. Поэтому где сейчас купить эти нитки, я не могу подсказать. Я заказала там 5 мотков, мне все пришло, и вот такая забавная ситуация, что у меня было 5 мотков, я заказала еще 5, у меня стало 10 мотков, и у меня ушло на этот сэмплер, вот этого цвета DMC 4000, у меня ушло 5 с небольшим мотков. Это очень смешно, то есть мне бы, ну, грубо говоря, если бы даже я не нашла эти нитки, мне бы, в принципе, хватило, где-то бы немножко, может быть, я элементы вышила по-другому чуть-чуть, но в целом тех 5 мотков, которые у меня были, мне бы хватило, потому что вот от 6 мотка я использовала буквально сантиметров 30-40. Так что можно было бы его так вот теоретически обойтись, но я рада, что купила этот цвет, вот они у меня, эти 4 мотка, тот начатый 5 я уже не буду показывать, он у меня лежит прибранный, но вот теперь у меня есть такой запасик вот этих вот цветов, вернее, этого цвета, и, в принципе, я рада, мне этот цвет нравится, думаю, что буду где-то его еще использовать. Но какой вышел косяк? Все вот прям с какими-то приключениями. Я купила вот эти вот 5 мотков, да, которые мне пришли от Каролины, они мне пришли, когда у меня еще были там 2 мотка тех каких-то вот, которые ранее купленные оставались, и я просто вот их так вместе положила, и вот не глядя, из них там какой-то вот взяла вышивать дальше, и в процессе, в общем, оказалось, что нитки эти разные. Разные они по тону, ну, как бы немножко по тону они разные. Вы вот можете видеть вот сейчас вот эта буква С, вот на ней, мне кажется, хорошо видно, что вот здесь вот она такая более бледная, а вот с этого кончика уже более яркая, и вот эти буквы, они тоже более яркие. Давайте я чуть-чуть поближе вам покажу. Это видно, но это видно, если вы знаете, то есть вот сейчас я вам сказала, и вы можете это увидеть, разглядеть, если бы я это не сказала, возможно бы большая часть людей даже не обратила бы на это внимание. Я заметила это в процессе уже вышивки, и я не стала ничего делать, не стала ничего распарывать, не стала ничего там как-то менять, во-первых, на что менять там и так далее, да, хотя вот здесь вот, если мы посмотрим на мои вот эти вот мотки, среди них есть более бледный, но даже сейчас я уже его потеряла, какой из них более бледный-то. В общем, вот этот вот моток, он более бледный, или наоборот более яркий, то есть вот эти более насыщенные, а вот этот он как будто вот такой подвыцветший. И вот это какие-то вот из тех мотков, первых пяти, которые у меня были. Я так понимаю, что из Каролины мне пришли как раз-таки вот эти вот все яркие, и я один из вот этих ярких мотков схватила и начала вышивать, и поэтому вот у меня так получилось. Я говорю, я не переживаю вообще по этому поводу нисколько, все и так хорошо, если есть даже, да, там вот этот вот небольшой косячок, ну, это история этого сэмплера, все. Поэтому тут оно как есть, так и есть. Не знаю, с чем это связано, может быть, просто нитки действительно лежали долго и как-то выцвели. Может быть, со временем как-то немножко поменялась технология окрашивания или еще что-то. Не знаю, но это, в общем-то, не важно. В остальном, по ниткам, сколько у меня ушло? В общем, DMC 4000 у меня ушло 5 мотков, DMC 3021, то есть это вот этот вот цвет, который у меня шел как основной, его у меня ушло 5,5 мотков, то есть всего на этот сэмплер у меня ушло, ну, практически 11 мотков. Ну, или на DMC. Опять же, нужно учитывать, что я вышиваю гобеленовым стежком, поэтому у меня неэкономный расход совершенно, то есть я трачу ниток прилично. И по бисеру. Бисер я здесь использовала мелхилл 5 номер 42038. Вот такой вот красивый матовый, но это даже не черный, он, наверное, все-таки больше темно-темно-коричневый, практически черный. Давайте листочек сейчас приложу. У меня было куплено в шелковой ните 1000 бисерин была у меня куплена, и также у меня были остатки этого бисера от набора. Вот эта вот знаменитая кофейная серия с кружками и кофейником от Милхилл. Я вышивала вот как раз-таки кофейник летом, и там я увидела этот бисер, и, собственно, после этого решила его использовать в этом сэмплере, и остатки я как раз-таки вот применила сюда. И мне чуть-чуть не хватило этого бисера. Был такой момент, что я вышивала на диване, и проскакали мои коты, и у меня как раз был открытый бисер, и у меня рассыпалась емкость, где лежал бисер, и я собирала. Мне кажется, что я собрала все, но, возможно, я собрала не все, и часть бисера, наверное, куда-то все-таки ускакала от меня. И, может быть, из-за этого мне бисера не хватило. Я даже не знаю. То есть я покупала просто на вскидку этого бисера. То есть я купила тысячу бисерин, я думала, что мне хватит. Подсчета тех крестиков, которые я вышивала вот этим вот бисером, я не вела. Может быть, если бы был перенабор, допустим, в саге, но я не вышиваю, опять же, по саге, но это если бы, допустим, он бы был, то можно было бы посмотреть, сколько вот этого цвета нужно, потому что я полностью меняла. То есть вот это вот все, что у меня вышито бисером, это предлагается вышить одним цветом мулине по ключу. То есть теоретически при старте отшивы этого сэмплера можно узнать, да, сколько, допустим, бисера надо, если вы захотите вышивать этот сэмплер и точно так же вот этот значок вышить бисером. Мне, в общем, не хватило буквально, наверное, 30, ну или около того бисеринок, и мне повезло, потому что у меня была собрана и есть собрана вся вот эта кофейная серия, и в одной из кружечек там этот бисер есть, и я просто позаимствовала его оттуда. В принципе, у Милхила всегда остаются хорошие остатки, поэтому я думаю, что от того, что я взяла, ничего не изменится, и мне на той кружечке хватит, и, в принципе, все будет нормально. Но, если что, этот бисер все равно есть в шелковой нити, даже на текущий момент я смотрела, он есть. Так, передвинула я еще ткань, потому что у меня там картонка, я вам так показываю, чтобы в руках все-таки его не мять и как-то более, менее нормально показывать, но вот сложновато, говорю, мне показывать эту работу. Но работа, конечно, мне очень нравится, результат мне нравится, и я очень, конечно же, рада, что вот эта вот история с этим сэмплером у меня подошла к концу, потому что, конечно, очень долго это все у меня тянулось, столько времени на него ушло, и столько попыток. Так, давайте я еще маленечко сдвину, чтобы показать. Очень мне нравится третий мой вариант, все-таки он для меня, вот для этого сэмплера, он самый-самый подходящий. Вариант, который предлагает производитель, это, ну, не мой вариант все-таки. Второй вариант, который у меня был, это, ну, в принципе, мой вариант, но, наверное, не для этого сэмплера. Все-таки тот вариант какой-то более нежный, и он, допустим, даже больше подойдет для первого послания коринфянам, схема которого, кстати говоря, у меня тоже есть. Но буду ли я вышивать этот сэмплер? Да, наверное, буду, но не знаю, когда. Не в ближайшее время точно, потому что я очень устала от больших работ, и сейчас я все-таки хочу взять курс на какие-то более маленькие работки, поэтому так в планах, конечно, он есть, но какое-то такое будущее. И, возможно, вот какой-то вариант типа второго, да, такой более нежный, более такой романтичный, он больше подойдет, наверное, для вот этого сэмплера про любовь. Так что вот такой вот результат у меня получился. Давайте уже с этим сэмплером заканчивать, и я покажу, что же вышивала еще за все это время. В феврале я вышила вот такую совушку от компании Mill Hill. По ней есть отдельное видео на канале. Можете его пройти посмотреть. Там я подробно рассказываю, что я здесь поменяла, что вообще и как, и какие были у меня казусы с этим набором, когда я его вскрыла. Так что здесь не буду уже останавливаться на этом, повторяться, потому что тем, кто то видео смотрел, им будет не очень интересно. Но просто покажу эту работу, что вот она у меня вышивалась в феврале. И также в феврале я вышивала еще небольшие работки. Сегодня я, кстати, покажу вам еще работы моей мамы, тоже небольшие. И в феврале я получила ноябрьский заказ у пчелок. Я делала волшебной страны. И вот был у меня там вот такой вот веночек. Я его вышила. Здесь такой зеленый задник. Очень это красивый венок. Прям вообще шикарный. Просто мне очень понравился. Я думаю, что обязательно буду его к следующей зиме куда-то вешать. На елку нет, потому что елку мы не ставим. У нас нет для нее места. И у нас три кота. То есть, чтобы ставить елку, нам нужно какую-то комнату, которую можно закрывать хотя бы на ночь, или когда мы уходим куда-то, чтобы коты у нас не повредили елку и сами не повредились об эту елку. И я думаю, что этот веночек я буду вешать. Думаю, здесь вот какой-нибудь бант еще нужно сделать. И просто вешать его куда-то на мебель. Вот как такой декор. Прям вообще классный. Мне очень понравился этот венок. Шикарная просто разработка. И также мне пришло всего три наборчика. В той закупке я всего три набора заказывала. Вот первый был вот этот венок. И второй набор это был вот этот снегирь. Его я вышла уже в марте. И тут я косякнула. Я не знаю, как так вообще в принципе. Где-то, наверное, с января я стала какая-то очень невнимательная. Я стала очень много ошибаться в вышивке. Мне бывает сложно как-то сконцентрироваться. Я иногда подолгу сижу, туплю и смотрю. Вообще не понимаю, какой мне нужен значок дальше брать, вышивать. Или вышиваю. Мне кажется, что я ошиблась. Я сижу, пытаюсь понять, где я ошиблась. Потом оказывается, что я не ошиблась. Все правильно. Или наоборот. В общем, какая-то вот такая тема с концентрацией, с вниманием происходит. И вот тут эта история, она сыграла такую прям вообще злую шутку со мной. В том плане, что я вышивала вот этот вот сюжетик, да. И все время думала, почему вот здесь такое большое пространство остается пустое. Я смотрела на схему, и вот я четко видела, что я вышиваю все правильно. Вот я прям пересматривала, потому что мне не давало покоя. Почему здесь такое пустое место? Я пересматривала, видела, что я все вышиваю правильно. И вот на днях у нас была встреча кемеровская вышивальщица. Она была такая очень небольшая, камерная. У нас было всего 5 человек, 5 вышивальщиц. И одна девочка даже к нам пришла со своим маленьким сыночком, которому всего несколько месяцев. И пришла она ненадолго, но все равно это было очень все значимое. И вообще эта встреча, она, конечно, была совершенно особенная на фоне того, что сейчас происходит. И, честно говоря, я никогда так не радовалась нашим вышивальным встречам, как в этот раз. И никогда еще я не уходила с такой теплотой в душе, с таким вот ощущением доброты. Потому что это было все совершенно по-особенному, это было все совершенно по-другому. И в такие времена ты понимаешь, что человеку нужен человек. И тепло живого общения, вообще вот просто живое участие, живое нахождение рядом, оно, конечно, очень много дает. И вот на эту встречу среди своих работ я принесла в том числе этого снегиря. И одна из вышивальщиц, Марина, она тоже принесла этого же снегиря. И тоже он у нее был уже вышед. И вот когда я их положила рядом, я поняла свою ошибку. Вот здесь должно было вышиваться вот этим белым цветом. То есть вот здесь вот и вот здесь. Но я не вышила. Я не знаю, как так, как я так смотрела в схему. Возможно, этот вот белый цвет, да, он был неявственно там на схеме как-то изображен. Я, к сожалению, схему уже выкинула. Поэтому не могу посмотреть. Но я вот прям смотрела и видела там пустые клеточки. Ну, вот как-то так случилось. Конечно, можно было бы сейчас пришить мононитью, да, проткнуть вот здесь фетр. Ну, не знаю. Я решила оставить так, как есть. Это, знаете, это как с моим сэмплером. Это история этой работы. Вот как у меня на сэмплере немножко отличаются нитки. Также вот история вот этого снегиря, у которого недостает вот здесь вот белый бисерин. Значит, он вот такой будет, пока я не хочу ничего здесь протыкать на заднике. Хотя, конечно, мононитка это будет, в принципе, все не так уж и заметно и не так уж плохо. Ну, ладно. Вот видите, как полезны рукодельные встречи, помимо того, что ты психологически немного разгружаешься, заряжаешься, и тебе как-то становится легче. Так еще и вот можно посмотреть и понять, в чем же твоя была ошибка. Потому что я бы сама так и не поняла, и была бы вот в такой вот непонятке продолжала быть вообще. Как же так же, почему же такое тут пространство? Оказывается, сама вот виновата. В общем, вот такой вот снегирек у меня еще вышелся. И на этом с моими законченными работами за это время все, как видите, не очень-то и много у меня получилось. Повышевать за февраль и за, ну, больше чем половину марта. И хочу я показать вам работы, которые закончила моя мама. Это вот такие вот наборчики от МП Студии. Давайте начнем по порядку. Во-первых, два вот таких вот шарика из знаменитой серии, знаменитой коллекции. Очень они, конечно, классные. Я поняла, почему вообще они такой популярностью пользуются. Потому что они такие богатенькие. Они очень такие увесистые. Их очень приятно держать в руках. Они прям, вот знаете, действительно какие-то вот серьезные такие, массивные, внушительные. И при этом, конечно, красивые. Мама просто вышивала эти работы, а собирала уже я. То есть я и вырезала, и собирала. Потому что мама еще пока боится такими вещами заниматься. Но я думаю, что когда-нибудь она дойдет и до этого. Ну, а если не дойдет, то мне, в принципе, несложно собрать. Я их посадила на клей. Да, вот мы сделали двусторонние. Я у мамы спрашивала, как ты, говорю, ты хочешь, чтобы была одна игрушка двусторонняя. Или чтобы это было четыре игрушки и сзади был фетр. И мама сказала, давай делать вот такие вот двусторонние. И я считаю, что это было правильным решением. Я тоже бы, наверное, вот тем, кто еще собирается только вышивать, я бы, наверное, действительно посоветовала делать двустороннюю игрушку. Потому что это очень богато и это очень круто выглядит, вот когда именно она такая двусторонняя. Я также подарила маме еще красную такую игрушку, но она ее еще не вышивала. Зеленую пока еще не дарила. Хотела заказать на Вайлдберрисе, но почитала что-то там в отзывах. Почему-то приходит многим не комплект, не хватает золотистого бисера. Поэтому я пока что-то решила. Ладно, маме есть что вышивать. Потом, может быть, где-нибудь куплю этот зеленый шарик в другом месте. Или, может быть, там на Вайлдберрисе какая-нибудь попозже будет новая поставка, свежая, и там будет все хорошо с набором. Так что посмотрим. Но вообще надо уже, конечно, целую тогда коллекцию собирать, потому что они крутые. Я их посадила на клей момент, гель прозрачный. И по краям просто, вот не знаю, будет ли видно, но да, по-моему, видно. Я просто прошила такой вот бисерной ниткой, нитка Титан 100. Просто я по краешку вот прошила для крепости, чтобы оно все не разваливалось, потому что по краям эту игрушку мне лично склеить не удалось. То есть я думала сначала, что я обойдусь без сшивания, что просто все склею. Но нет, не получилось, потому что, вот говорю, она такая богатая. Наверное, за счет бисера не хочет плотно краешки, не хотят прилегать друг к другу. В общем, такие вот классные. Теперь вот, наконец-то, я их вам показала и могу уносить маме, потому что они у меня все лежат, лежат, лежат. Я все думаю, так, надо снять, надо снять, и потом уже только унести. Ну вот, теперь, наконец-то, могу. И еще одна штука, которую тоже мама у меня вышила. Это вот такой вот набор с цветами в кувшинчике. Вышила она, я его вырезала и, собственно, собрала. Собрала я здесь как? Я здесь... Клей у меня здесь есть вот так вот немножко по краям. В остальном я здесь точно так же сшивала, как вот в предыдущих игрушках. Видно, не знаю. Так вроде бы видно. Тоже вот этой самой монониткой. И я заказала вот такие вот подставки на Вайлабересе. Тоже от МП Студия они продаются. Они продаются такого цвета. Ну, просто обычные деревянные, не крашеные. Я покрасила... Не эмалью, а... В общем, у меня была краска для стен. И я ей покрасила. Но это не самый был хороший вариант. Как вы видите, у меня здесь есть некоторые проплешинки. Лучше, конечно, красить белой акриловой краской. Но у меня ее не было дома в наличии. Надо ее прикупить. И уже такие вот заготовочки лучше красить акриловой краской, чтобы было плотное покрытие. Эта краска неподходящая. Поэтому, когда я куплю, наконец, эту белую акриловую краску, я, наверное, перекрашу. То есть, вот здесь вот просто оно у меня вот так вот вставляется. Я специально оставила вот так вот мобильно, потому что можно будет, в принципе, менять. Может быть, мама что-то другое потом вышит когда-нибудь. И, допустим, вот этот кувшинчик мы уберем. И вот это вот сюда посадим какую-то другую вышивку. Хотя в комплекте идет три таких вот штучки. Но, я думаю, пригодится. Мама тут меняла бэкстич, сама что-то как вот хотела. Тут где-то красное сделала. В общем, я не лезу. Пусть человек занимается творчеством, как ей нравится. Вот она меня просит собирать. Потому что, как я уже сказала, сама пока не рискует. Поэтому я помогаю и собираю. Вот что у нее навышивалось. Сейчас она, кстати, вышивает гортензию от Dimensions Gold Petit, который я тоже ранее показывала на канале. Что буду ей дарить. Вот я подарила. Она начала все вышивать. Прям глаза горят. Очень нравится. Надеюсь, что в скором времени тоже покажу вам, что же она там навышивала. Готовый результат. И может быть, даже потом уже и оформленный. Потому что мы, конечно, планируем оформлять. И что же я вышиваю сейчас? У меня из-за начатых мною процессов, которые я начинала в декабре, у меня остался еще вот этот вот домик от Dimensions. И, собственно, я решила не отвлекаться и его закончить. Вот этот вот сюжет. Называется он «Тихая ночь». Хотя, конечно, не сказать, что бы мне сейчас очень сильно хотелось его вышивать. Потому что уже надоела зима. У нас сейчас вот 18 марта. Но весной у нас не особо-то и пахнет. У нас очень холодно. Снег еще весь полностью лежит. Хотя, конечно, он уже начал подтаивать. Он уже такой весь рыхлый, грязненький. Очень-очень скользко у нас на улице. И, как я уже сказала, холодно. Я продолжаю ходить в зимнем пуховике. И как-то уже чувствую, что это усталость от такой длинной зимы. И поэтому вот зимний сюжет вышивать не хочется. Мне очень хочется начать что-то другое. У меня уже там куча планов. Потому что у меня сейчас просто колоссальное какое-то вдохновение на вышивку. Я думаю, что это такая, ну, в моем случае, да, конкретно, это такая сублимация каких-то негативных переживаний в творчество. В принципе, я за собой это уже замечала и ранее. Что бывает у меня такое, когда какие-то в жизни стрессы, тяжелые переживания, тяжелые моменты. У меня начинается очень вот этот вот сильный порыв на творчество, на вышивку. Я очень сильно этим горю. В то же время, когда бывают наоборот моменты в жизни, когда все хорошо. И у меня вдруг пропадает интерес к вышивке. Хотя я не могу сказать, что это такой закон, который работает стабильно всегда. Бывают моменты, когда стресс, который сопровождается очень сильной физической усталостью. Или, допустим, стресс на фоне болезни, на фоне решения каких-то проблем со здоровьем, которые требуют времени, сил. Да, и ты там куда-то ходишь, чтобы это все порешать. Вот такие ситуации, которые у меня в жизни были, они показывают, что в таких ситуациях я иногда полностью вообще не вышиваю или вышиваю очень мало. То есть если это стресс такой эмоциональный, без физической усталости, без какого-то истощения со стороны здоровья, то тогда, да, я обращаюсь к вышивке. Но если это сопровождается вот именно еще на физическом уровне, тогда у меня просто нет сил даже вышивать. Я уже забыла, к чему я это все говорила. В общем, да, я вспомнила. Я говорила о том, что сейчас у меня очень сильно такое вдохновение на вышивку. Это, конечно, такой момент нормальности, что ли, какой-то признак нормальности жизни во всем безумстве, которое вокруг творится. И, наверное, поэтому меня так очень сильно на это все тянет, на вышивальное. И у меня, конечно, уже там очередь выстроилась из того, что я хочу вышивать. Очень оно мне все горит, очень мне все надо. Но я решила не распыляться и все-таки закончить этот домик, потому что тянется он до декабря. И не хочу я оставлять его. Не буду озвучивать причины, по которым не хочу. Ну, в общем, такие есть у меня маленько суеверные причины. И я хочу все-таки его закончить сейчас и возвращаться к нему там когда-то потом я не хочу. Если я его сейчас брошу, то, вероятнее всего, я его брошу навсегда. Поэтому вот так. Буду продолжать сейчас. Результат, конечно, потрясающий. Мне очень нравится. Особенно если вот так вот чуть-чуть подальше смотреть, то это вообще. Я прям иногда встаю, отхожу там на метр от станка и думаю, как красиво. Как красиво. И думаю, дальше, конечно, будет еще красиво. Я думаю, возможно, я вот тут вроде бы все фрузилки сделала. Но как-то здесь, мне кажется, они погуще. Хотя, наверное, они здесь делаются в два сложения, в три обвития. А я делаю в одно сложение и в два обвития. Поэтому у меня они смотрятся так менее густо, чем здесь. И, возможно, я добавлю еще снега, чтобы такой был более сильный снегопад. Потому что сейчас такой маленько реденький. А может быть оставлю как есть. Посмотрим. В общем, сейчас вот это мой единственный и основной процесс. И пока я его не закончу, я не хочу никуда отвлекаться. Хотя, как уже сказала, у меня там вообще уже ух, что она выстроилась. На этом все с вышивкой моей. Надеюсь очень закончить вот это вот в ближайшее время. И по поводу социальных сетей на фоне, опять же, всего-всего происходящего. Я уже выкладывала сообщение о том, что я не планирую уходить с Ютуба. Я буду вести канал, продолжать как могу, как будет получаться. Пока есть такая возможность, пока Ютуб у нас есть. Я буду продолжать его вести. Но, опять же, как у меня будет получаться. Потому что жизнь, конечно же, меняется. И вряд ли я смогу выкладывать сейчас видео. В принципе, я и так уже, может быть, кто-то заметил, что с начала 2022 года я выкладываю видео гораздо реже, чем я это делала в 2021 году. Но потому что меняется еще моя личная жизнь. И в 2021 году у меня было больше времени, возможностей вышивать и заниматься каналом. И я, собственно, время этому посвящала. Сейчас у меня другие приоритеты. Поэтому на это все я, ну, как бы это все ушло на какой-то другой план. Такое остаточное. Но забрасывать я это не хочу. Хочу продолжать это все вести. По поводу перехода на другие площадки. Честно скажу, я посмотрела альтернативные площадки. Меня ничего не впечатлило. Все очень сырое. Все максимум не юзабилити. Поэтому я не хочу никуда переходить. Тем более сейчас такой очень сильный период турбулентности во всех сферах. В том числе и в сфере социальных сетей. Поэтому я просто как бы вот сейчас так вот смотрю. И есть ютуб, я на ютубе. Нет ютуба, значит моя вышивальная история закончится. К сожалению, да, вот так. Пока альтернативные видео соцсети есть в том виде, в котором они есть сейчас, я на них идти не хочу. Я даже ни на кого не подписываюсь. Не бегу. Ну, во-первых, у меня есть какая-то внутренняя уверенность, что ютуб с нами будет. Возможно, конечно, есть у меня эта внутренняя уверенность просто потому, что я хочу, чтобы он был. И может быть я завтра встану, а ютуба уже нет. Это в принципе все, конечно же, вероятно. Но пока моя реальность вот такая, какая она есть. Я никуда не бегу и бежать не хочу. Возможно, когда-нибудь нынешние аналоги допилят, доделают до какого-то достойного состояния, и тогда я туда приду. Но пока нет. Пока я не хочу. Мне там не нравится то, что там есть. Далее, по поводу Инстаграма. Инстаграм сейчас вообще как-то что-то непонятное. У кого-то работает, у кого-то работает с VPN, у кого-то и без VPN, у кого-то еще как-то. Опять же, я не ставлю себе VPN, и я не захожу в Инстаграм. То есть я захожу без VPN, он не работает, я выхожу. Все. Я не ставлю себе VPN. Я беру тайм-аут на это время от социальных сетей. Вот он перестал работать, все. Я не лезу и не трепахаюсь. Это моя позиция, мой осознанный такой выбор. Опять же, распространяться что-то как. Я не особо хочу. Просто, да, сейчас вот такой вот паттерн поведения я выбираю. И дальше другой момент по поводу Инстаграма. Вряд ли я вообще буду продолжать его вести, даже если он заработает. Вот эта соцсеть давно стала для меня не очень приятной. Не буду, опять же, распространяться что-то как-то почему. Но скажу так, что эта соцсеть давно, вот именно в плане вышивального Инстаграма, она давно перестала быть для меня про творчество, про вдохновение. И как-то я вот сейчас переосмыслила многое и подумала, что я не хочу даже продолжать. То есть я даже не расстраиваюсь, что Инстаграм не работает. Я подписалась на тех, на кого я там была подписана, да, кто завёл Телеграм-канал. И я перешла в Телеграм за людьми. И, собственно, там за ними продолжаю наблюдать, общаться и всё такое. Но, вероятнее всего, в Инстаграм я не вернусь. Удалять я его не буду, потому что, опять же, там и посты, и тексты, и комментарии. Да, это некоторая такая память. Заходить туда, если он когда-то заработает, я буду. Но вести так, как раньше, вероятнее всего, нет. По поводу Телеграма. Свой канал на Телеграме я тоже создавать сейчас не планирую. Потому что Телеграм на протяжении последних нескольких лет для меня это мессенджер номер один. Самый удобный для рабочей переписки, для личной переписки, вообще любой. И я тут наблюдала с ужасом, как мой Телеграм-мессенджер вдруг превратился в не пойми что. И во всём этом обилии каналов у меня просто начала теряться важная вся переписка. Уходить куда-то вниз. И я вообще не поняла, как же в этом во всём-то разгрестись. И, в общем, если кто-то ещё не знает, и у кого-то есть такая же проблема, как у меня, в Телеграме можно все каналы добавлять в архив. Делать это можно, если вы свайпаете в лево каналы. У вас там появляется такое меню. У меня на айфоне появляется из трёх позиций. Там удалить, что-то ещё какая-то. И вот в архив. И вот вы нажимаете в архив, и у вас вот из списка контактов этот канал исчезает. И он будет у вас в архиве. Чтобы попасть в архив, нужно список всех чатов. Просто вот где есть там окошечко с поиском. Но оно тоже появляется, в принципе, при свайпе вниз. В общем, где самый-самый верх ваших всех переписок. Просто свайпаете вниз. И у вас появляется и как бы вот это окошечко поиск. И появляется у вас также вот эта вот папочка архив. И вы можете уже на неё тыкнуть, зайти. И там будут все ваши вот эти вот каналы. И можно будет смотреть, читать. Я так сделала, чтобы не потерять реально переписку с реальными людьми, с которыми мне вот важно общаться, да, чтобы не забыть кому-то ответить там и так далее. И очень удобно для меня вот так вот в архиве, когда я хочу, да, у меня есть время, есть желание почитать. Ну, точно так же, как с Инстаграмом, да, когда есть время, есть желание, мы туда заходим. Когда мы не хотим, мы не заходим. Точно так же и здесь, только вот в этот архивчик я захожу. В общем, мне это очень сильно помогло. Если вдруг кто-то не знает, вот есть такая вот штука, чтобы свой Телеграм сделать более удобным, удобным навести в нем какой-то порядок. Но свой канал я там заводить не хочу, потому что, по крайней мере, пока, опять же. Опять же, я не хочу в этом плане никаких трепыханий. Сейчас я продолжаю оставаться на Ютубе, но на какую-то альтернативную площадку, да, чтобы совсем не потеряться, я создала группу ВКонтакте. Поэтому, если вы хотите дальше продолжать смотреть мое вышивальное творчество и общаться, то, пожалуйста, переходите. Ссылка есть в описании канала, на главной странице она есть, на эту группу. Группу я потихонечку буду наполнять, по мере своих возможностей и желаний. Опять же, буду там активной. Возможно, буду выкладывать не только фотографии, но и какие-то маленькие кусочки видео. В принципе, я уже выкладывала, когда сэмплер заканчивала, немножко засняла, тоже выложила. Так что, если хотите, переходите туда. Будем с вами там продолжать общаться. И на этом все. Больше я пока ничего заводить не планирую. Сейчас очень множество аналогов, инстаграма и всего на свете появляется. Но, правда, я не хочу сейчас вот в этом плане суетиться и бегать, это все изучать. Но это сейчас как бы не в моей зоне приоритетов. Поэтому вот так вот как есть. Так что вот такие вот у меня вышивальные новости. Всем желаю вышивального настроения, крепкого сибирского здоровья, добра, мира. Берегите себя и своих близких. Пока.